Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим о почтовой рассылке или email-маркетинге, об инструментах, с помощью которых ее можно проводить легко и качественно. Вернее об одном инструменте под названием MailChimp. Вообще сервисов, позволяющих проводить email-рассылки, достаточно много. MailChimp, во-первых, один из самых популярных, во-вторых бесплатный. Не совсем, конечно, но на бесплатном тарифе вы можете иметь до 2 тысяч подписчиков и отправлять до 12 тысяч писем в месяц. В принципе этого достаточно для средней НКО. Регистрируемся, подтверждаем email и MailChimp нас категорически приветствует. Тут нужно пройти несколько шагов в дополнение к регистрации. Впоследствии информацию можно редактировать, но лучше указать здесь как можно больше. Настройок у MailChimp много, потом не так-то просто найти, где что указывать. И наконец-то мы попадаем в интерфейс программы, который в отличие от регистрации, очень непростой, надо сказать, регистрации, обещает нам несказанную простоту в проведении рассылки. Три простых шага. Но пройдя эти три простых шага и потратив на это час времени, я понял, что это скорее запутает, чем облегчить понимание, поэтому мы все сделаем по-другому. Вообще MailChimp не самый простой сервис, но если в нем разобраться, он сильно упростит вам жизнь. В нем очень много настраивается, подстраивается и докручивается. У него открытый API, то есть это прямо конструктор для программиста. И показать все, на что он способен, я точно не смогу. Разве что за 5-10 скринкастов. Поэтому буду краток. Просто создадим базу контактов и отправим им письмо. Итак, наверху 4 основных пункта меню. Ваши компании, образцы писем, которые вы составили, базы контактов и отчеты по проведенным рассылкам. Начнем с компании, то есть добавим новую. Причем, кроме собственно компании по рассылке, тут можно создавать какие-то другие вещи, типа посадочных страниц или форм подписки. Я говорил, это просто комбайн какой-то, а не приложение. Но мы ограничимся пока рассылкой. Название, вот она. Пока полностью пустая. Следующий шаг, темплейт, то есть тело письма. Create template, тут достаточно много макетов. Есть уже готовые темы или можно закодить свою собственную. Возьмем макет, какой-нибудь самый простой, но простота обманчива, поскольку здесь настраивается буквально все. Макет состоит из блоков. Блоки можно менять местами, вот так. Вернем на место логотип. Каждый блок отдельно можно редактировать. Сюда мы добавим фото. Я закачал каких-то заранее. Вообще закачивать фото нужно, как не сложно догадаться, через кнопку upload. Выберем это, вставим. Отлично. Поменяем заголовок. Ну и дальше по аналогии. В общем получилось вот так. Сохранить и выйти. Темплейт готов. Теперь создаем лист рассылки. Тоже задача нетривиальная. Задаем название. По дефолту, от кого будут приходить письма. Адрес и имя. В общем, здесь тоже есть о чем рассказать, но не будем останавливаться. Все, что вы не заполните, он вас попросит добавить. Настоятельно попросит. Сохраняем и добавляем сюда контакты. Add contacts и import. Добавлять контакты также можно по-разному, например, через форму подписки. Здесь есть база CSV, копипаст из Excel или напрямую из сервисов. Сделаем копипаст. Страницы Excel под рукой у меня нет, но я напишу руками. В конце концов, это же тест. Просто между графами в таком случае надо вставлять таб, знак табуляции. Имя, фамилия, город. Как будто у меня 4 графы. И он, собственно, увидел эти 4 графы, но не опознал, что есть что. Придется ему объяснить. Это имя. Это фамилия. А это ничего подходящего. Заведем свою графу, скажем, город. Отлично. Next. Все, добавлено. Тут еще можно добавить собственные теги, впоследствии по ним также можно сортировать рассылки. Ну, вроде все. База контактов готова, можно вернуться к компании. И теперь у нас есть все графы. Добавить получателя. Выбираем нашу базу контактов. Понятно, что здесь их может быть много. Тут, кстати, как я и говорил, можно сортировать контакт еще и по тегам. Дальше от кого? Стоит по умолчанию. Subject, то есть тема письма. Понятно, что над ней нужно поработать. Это одно из самых важных элементов рассылки. И контент. Можно сверстать письмо заново, но у нас уже есть готовый вариант. Если что-то забыли, вносим коррективы и нажимаем send, то есть отправить. В награду за мучительную подготовку рассылки нам показывают такую забавную трясущуюся лапу, истекающую потом. И все. Дай пять. Что мы имеем в почте? Мы имеем новое письмо. Очень непростой инструмент. Вернее, в принципе, он простой, но в нем очень много всего. Поэтому, если вы понимаете, что вы просто жить не можете без MailChimp, а сами просто ну никак не можете разобраться, пишите в комментариях. Может, сделаю еще пару скринкастов. Все, любите друг друга, пишите письма из единиц и нулей. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать утеплиться социальных технологий.